Роман Горюнов демонстрирует мини-версию целого робототехнического комплекса. Пятиклассник из Красноярска придумал машины, которые будут спасать экологию. Этот робот умеет собирать полиэтиленовые пакеты и отвозить на перерабатывающую фабрику. Когда один раз мы всем классом шли, мы увидели по Енисею несколько плывущих пакетов. И создания этого проекта не осталось. Мы делали это для того, чтобы очистить реку Енисеи и все водоемы, которые можно очистить на планете Земля. Весь зал Иркутского СИП-экспоцентра сегодня – одна большая планета роботов. Фестиваль «Робосип-2015» эксперимент собрал 195 сибирских команд. Свои работы представляют юные изобретатели из Иркутска, Новосибирской областей, Красноярского края, Якутии, Хакасии и Тувы. Они берутся за проекты по развитию энергетики, машиностроения. Иркутские лицеисты демонстрируют свою разработку. Это робот по имени Курлык. Воплощение инженерной мысли управляется с помощью приложения в смартфоне. Наш проект в целом заключается не в том, чтобы убрать мусор, а в том, чтобы приучить людей не мусорить. На первых порах этот робот поможет сделать планету чище, а дальше люди уже сами будут сохранять планету в чистоте. Мы также придумали вот такой вот пропеллер для того, чтобы он смог проходить труднодоступную местность. Также на форуме состоятся битвы роботов. Кто быстрее доберется до финиша, преодолев препятствия, кто правильнее всех выполнит поставленные задачи. Победители, точнее те, кто их собрал, поедут на Всероссийский фестиваль в Москву. Александр Романов уверен, звездный час его робота впереди. Но вне зависимости от результатов Александр уже принял решение – он будет поступать в технический вуз. Робототехника очень интересная для деятельности, и он мне очень нравится. И в дальнейшем я хочу свою жизнь связать с этим и, возможно, с автомобилестроением. Организаторы говорят, на фестивале присматривают для себя перспективных изобретателей. Уверены, эти мальчишки, девчонки – интеллектуальное будущее не только области, но и страны. Огонь в глазах и жажда технических знаний могут привести к научным открытиям. Для детей это интересный мир, мир, который дает им много возможностей. Со своей стороны мы отслеживаем самых талантливых детей, мы пытаемся их поддерживать и на уровне школы, и дальше на уровне учебных заведений. А лучших из них мы берем к себе на работу. В планах у организаторов включить фестиваль в список школьных всероссийских олимпиад с правом на льготное поступление в российские вузы. У Иркутской области уже, несмотря на маленький срок проведения рабосилов, уже достаточно большой авторитет, потому что они победители не только окружного конкурса, но и всероссийского, и европейского, и мирового форумов. Поэтому тут особо доказывать нечего. А за тех участников, которые приехали из других регионов, особенно впервые, Якутия, ТВА, мы, конечно, очень рады, что они к нам приехали и имеют возможность посоревноваться с победителями мировых конкурсов. Впереди участников еще два дня. В программе увлекательные лекции и семинары, которые проведут ректоры престижных университетов, лучшие инженеры, программисты и конструкторы. На фестивале представлен вот такой умный механизм, который может передвигаться, разговаривать с собеседниками и решать какие-либо задачи. Кстати, он пользуется большой популярностью у юных посетителей выставки. Они практически не отходят от него. Как раз такую задачу и преследовали организаторы фестиваля, чтобы привить интерес и любовь к техническому творчеству. Возможно, кто-то из этих детей когда-нибудь создаст робота-журналиста, который заменит собой человека перед камерой. Туяна Немеева, Александр Барановский. Новости сейчас.